Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Стоп, стоп, стоп! Чего это вы тут делаете? Ребята, это я бабочек сюда пригласила, чтобы разместить клуб рукодельниц Очень красивые бусики Бусики-то красивые, но неплохо бы и у нас разрешение спросить Разве мы вам мешаем? Чуть-чуть место заняли Ну ладно Можно поаккуратнее? Мы несколько дней это мастерили Из-за того, что Миле захотелось порукодельничать, мы теперь играть не можем Но это же наш пень! Мы только-только кольцо повесили! Вот бы дать бабочкам больше места Ты чего? Ну найти другой пень для рукоделья А, да, хорошо бы Ты думаешь о том же, о чём и я? Не знаю О чём ты думаешь? Как-то я не думала, что у вас столько всего Простите, ребята! Я не думала, что у бабочек такая любовь к рукоделию А вы не хотите посмотреть другой пенёк? Нет, спасибо! Я сейчас занята! Эй, мы нашли для вас отличный пень! Этот вполне подходит Надо только ещё окно сделать Послушайте, они говорят, что есть место лучше этого Да наверняка они приукрашивают Чтобы мы отсюда ушли Стараешься, значит, для них пень находишь А им не надо Только о своих безделушках думают Эти безделушки нам помогут Девочки, кто уронил бусины? Не я! Не я! Но всё равно, надо их собрать Ого! Смотрите, как далеко они укатились Ой, какой чудный пенёк Девочки, он просто идеально подходит для нашего клуба рукодельниц С бусинами это ты здорово придумала Хорошо, что нашлось подходящее место и для мастериц Теперь все могут заниматься своим любимым делом И никому не мешать Привет, я Лунтик Я снова с вами Редкая драгоценность Кузя, ну зачем так спешить? Это всего-навсего смородина Редкая смородина, Лунтик Красная Всего один куст на весь лес Говорю вам, настоящая драгоценность Поторопимся Красная смородина Ням-ням-ням Вот видишь, будем копошиться, все ягоды расхватают Побежали вдоль пруда, там быстрее Я застряла У нас не получается отодвинуть камень Лунтик, ну ты чего там? Не плачь, малыш, сейчас мы тебе поможем Давай-ка вместе На счет три Раз, два, три Ура, спасибо, Лунтик, Кузя Ура Ну все, теперь за смородиной Красная смородина Я слышала, еще пара гроздьев осталось Поспешим, дорогой Тим, Дина, здравствуйте А что здесь произошло? Ой, Лунтик, Кузя Привет Это все ветер Сорвал наши фонарики и разметал все по поляне Надо развесить их до заката, чтобы осветить тропинку Но боюсь, не успеем Фонариков слишком много Да, неприятно Мы помогли бы, но... И поможем? Кузя, ведь они наши друзья Так, в какую сторону дул ветер? Ага Пошли с нами за красной смородиной Ага, если она еще осталась Спасибо, мы тут еще не все закончили Идите без нас Не сбавляем темп До заката мы должны собрать полную тележку красной смородиной Полную тележку? Лунтик, нужно поторапливаться Лунтик 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 Так, Лунтик Поднажмем Лунтик 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 Как и следовало ожидать Опоздали А вот и нет Кузя, смотри Да нам ни за что не допрыгнуть так высоко Лунтик Клава? Лунтик Я помогу Наша смородина Спасибо тебе большое Ну вот, пожалуйста Темнотища Ничего не вижу Отойди-ка в сторонку, Кузя Тим, ты просто наш спаситель Опять этот ветер Это конец Я так хотел попробовать редкую ягоду Кузя Ну, малыши Спасибо Красная смородина для Лунтика и Кузи И правда, редкая драгоценность Но по-настоящему бесценной Оказалась помощь верных друзей Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Роль Ребята, я только что видел жабу Она так смешно прыгала Вот так Очень похоже Почти спектакль А что такое спектакль? В спектакле каждый играет какую-нибудь роль А как играют роль? Например, я сейчас покажу прекрасную принцессу бабочку Ах, прелестный сегодня денёк Так и порхала бы с цветка на цветок Ха, похоже на бабочку А я буду принцем И спасу тебя От кого надо спасать Милу? То есть бабочку-принцессу? Например, от жабы Точно! Лунтик, давай ты будешь жабой Я не хочу быть жабой Я же Лунтик Ты не будешь жабой Просто изобрази её Попробую Ква-ква Я поймаю Ква Тебя Ква 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 Уходи, жаба Не смей трогать прекрасную бабочку А ты пугайся меня и убегай Понял Ой-ой-ой Ква-ква Браво, браво Вы что, будете спектакль показывать? Что ты? У нас же нет сцены, занавеса, костюмов И зрителей тоже нет Так я могу всех позвать Только скажите, когда? Ну, после обеда Ура! У нас будет спектакль Ну, что там? Сейчас Вы увидите спектакль О прекрасной принцессе Бабочке Ой, я волнуюсь Роли исполняют Мила, Кузя и Лунтик Ах, какой чудесный сегодня денёк Порхай я, цветка на цветок Здравствуй, прекрасная принцесса Бабочка Да Тихо Давай поиграем с тобой в мяч Не могу Вдруг я испачкаю своё красивое платье Какая жалость Тогда я пойду играть один Что-то мне скучно одной Хоть бы пришёл кто-нибудь Ой, спасите! Меня хочет похитить жаба! Как настоящая! Уходи, злая жаба! Не трогай прекрасную принцессу! Кузя, я здесь! Так это настоящая жаба? Стойте! Подождите! А как же спектакль? Клава, не бойся! Это я! Подожди! Клава, подожди! Это я, Лунтик! Лунтик! А это просто костюм! Костюм? О, Лунтик! А где жаба-клава? Я так её испугался! И она испугалась меня в костюме! Пришлось ей всё объяснять! Жалко, что мы не досмотрели спектакль! Мы можем его показать ещё раз! Только можно я не буду играть злую жабу? Потому что она вовсе не злая! Может и не злая, только очень большая! О, давайте я сыграю злодея! Буду кузнечиком-монстром! Спасите! Помогите! Уходи, злой кузнечик-монстр! Не трогай принцессу! О, благодарю тебя, прекрасный принц! Так Лунтик узнал, что спектакль – это игра, где каждый может играть любую роль! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Редкое цветение Чего он тянет? Нас ведь Корней Корнеевич предупредил! Цветок ждать не будет! Лунтик! Ну ты чего? Нам давно пора! Кузя, прости! Я провозился! Надо торопиться! Бежим! Дядя Корней! Дядя Корней! Мы тут! Привет, малышня! Почему не спите? Вупсень, Пупсень, вы не видели дядю Корнея? Уехал! Очень спешил! Как уехал? Без нас! А как же оранжерея? Опоздали! И никогда больше не увидим небесные наги! Чего не увидите? Растение такое! Небесные наги! Оно цветет очень-очень редко! И всего одну ночь! Лунтик! Нужно догнать дядю Корнея! Точно, Кузя! Мы не можем пропустить такое! Как же она включается! Кто здесь? Это мы! Мы тоже хотим посмотреть на редкий цветок! Да! И догонять Корней Корнеевича! Берегись! Кузя, сворачивай! Влево или вправо? Не знаю! Скорее! Караул! Спасите! Стой! Помогите! Ай! Ай! Никогда больше под землей не поеду! Фух... Ну, и где же ваш цветок? Не знаю! Видно, мы под землей не в ту сторону свернули! И куда же теперь? Сейчас посмотрим! Вон он! Я его вижу! Цветок уже расцветает! Нам туда! А-а-а! На помощь! А-а-а! Ай-ай! А-а-а! На помощь! А-а-а! А-а-а! Спасите! Ай-ай! Кузя! Мы сейчас! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Бежим! Скоро цветение начнется! А-а-а! Подождите меня! А-а-а! Кузя, далеко еще? Мы успеем к полуночи! Должны успеть! Давайте напрямик! Так будет быстрее! Ай-ай-ай-ай! Давай тащить! Есть меньше надо! Толстяк! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А где Вупсень? Ау! Вупсень! Ты где? Вупсень! Ау! Выходи! Ау! Нам некогда играть! Мы же спешим! Что за шутки? Мы же опаздываем! Ау! Вупсень! Ты нашелся! Отстань! Отстань от меня! А где же Кузя? Ну вот, ещё один потерялся. Его нигде нет. О, вупсень! Где ты ходишь? Из-за тебя мы опоздаем. Дождь? Какой дождь? Ой, точно! Это автоматический полив растений. Нам некогда, бежим! Ну вот, запачкался. Что я, цветов никогда не видел, чтобы так бегать? Вот он! Мы успели! Дети, вы сами добрались в оранжерею? Красота! Вы как раз вовремя. Вы только полюбуйтесь, какое чудо! Так, ребята всё-таки увидели цветение необыкновенного растения небесные наги. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Регулировщик. Привет, муравьишка! А что это у вас тут такое? Мы строим новый муравейник! А почему тогда вы стоите? Ждём сигнала! Нас очень много, поэтому мы поставили регулировщика. А вот и сигнал. Идём! Пойдём, Лунтик! Пока, муравишка! Я тут посижу немного. Ау! Что случилось? Почему все стоят? Кажется, я ушиб колено. Меня надо заменить. Кем же я тебя заменю? У меня все муравьи заняты. А можно я попробую? Я долго смотрел, как вы это делали. Хм, не уверен, что у тебя получится. Смотрите! Хм, неплохо. Может, ты и справишься. О, что это такое? Эй, там, на пне! Как нам на ту сторону перебраться? Вам нужно дождаться моего разрешения. Вы перейдёте на ту сторону по моему сигналу. Что? О, какого ещё разрешения? Это что, всякая мелюзга будет нам указывать, куда и когда идти? Ой! Из-за вас чуть аварии не случилось. Из-за нас? Да это ты нас на ту сторону не пускаешь. А ну, маши своей палкой и свисти в свисток. Подождите, надо соблюдать порядок. Теперь ваша очередь. Можете переходить. Такие правила. Плохие правила. И вообще, я не собираюсь тебя слушать. Не пойду никуда. О, и я не пойду. Пупсень, а как мы всё-таки на ту сторону перейдём, если не хотим Лунтика слушать? Хм, надо сделать так, чтобы он нас слушал. Есть идея. Лунтик, э-эй, хочешь с нектара? Вкусненько! Да, очень хочу. А что нам за это будет? Ты же пропустишь нас на другую сторону без очереди. Я не могу без очереди. Сейчас движение по этой стороне закончится, и вы сможете пройти вместе со всеми. Не хочу со всеми. Хочу сейчас. Идём, Пупсень. Я знаю, как попасть на ту сторону и без всякого у Лунтика. Эй, Лунтик. А мы всё равно попали на эту сторону. Даже без твоего разрешения. Лунтик, смотри, мы здесь. А вот и мы. А вот мы уже здесь. Смотри, Лунтик, а вот и мы. Фу, я уже не могу прыгать. Я ходить хочу. Если бы Лунтик не был таким вредным, мы бы ходили. Точно! Вот если бы я был на его месте, я бы тебя пропустил. Хм. Интересная мысль. Если бы мы регулировали перекрёсток, тогда все слушались бы нас. Я бы свисток свистел. Значит так, ты подходи спереди и отвлекай, а я сзади. Лунтик, смотри, пчелёнок летит. Где? В общем, в общем. Отдайте немедленно свисток и палочку. Вы же не знаете, как регулировать движение. Мы всё знаем. Вот так. Мы всё знаем. 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 Ой. ой пострадавшие есть? есть только двое скорее носилки сюда вот видите как опасно баловаться на перекрестке это все из-за тебя надо было слушаться Лунтика и ходить по правилам нет у меня времени всякие там правила разучивать не волнуйтесь больницы у вас будет полно времени и вы все выучите скорее бы уже достроили этот муравейник а то Лунтик на этом перекрестке целыми днями стоит ему же это очень нравится все таки переходить дорогу по правилам гораздо приятнее и конечно безопаснее привет я Лунтик я снова с вами радужные камни дядя Корней дядя Корней давайте я вам помогу спаси Балунчик ах 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 Вдруг еще кого-нибудь встретим. Так, тетрадку со стихами Шнюка взяли, цемент для песчаного замка взяли, шарики для штанги и волшебные радужные камни. Все, пошли, вперед! Привет, Лунтик. Чего такой грустный? Я такой большой, но не смог мешок Корнею Корнеичу донести. Лунтик, только для тебя. Раскрою один секрет. Представляешь, гуляем мы как-то вечером, и на тебе, радуга. А с нее сыплются разноцветные камушки. И у каждого свои удивительные свойства. Синий, например, наделяет невероятной силой. И раз, и два. Ой, а можно взять его хоть на один денечек? Пожалуйста. Ну, разве что в обмен на твои новые машинки. Хорошо, я сейчас принесу, я быстро. Нет, ты видел, а? Он поверил. А ты как думал? Весь мир боготворил принцессу. К ногам ее бросал цветы. И лишь поэт увидел душу под маской дивной красоты. Здорово. Это он сам написал? Ага. Вот бы мне иметь такой стихотворный талант. Хе, да без проблем. Видишь, что у него на шее висит? Это радужный камень. Слышал про такие? Неа. Представляешь, гуляем мы как-то вечером, и на тебе, радуга. А с нее сыплются разноцветные камушки. Спасибо за стихи, дядя Шнюк. Ягодки. Привет, пчеленок. А ты чего такой грустный? Хочу написать стихотворение и впустую. Даже радужный камень не помогает. Хм, мне тоже радужный камень не помог. Мой радужный камень не работает. А гусеницы сказали, что с ним мои замки будут высокими и крепкими. Ха-ха-ха. Раскрашенные камни нам подсунули. Как я мог им поверить? Ну ничего. Я знаю, как мы их проучим. Дайте мне радужных камней. Да побольше. Конечно. Берите, какие хотите. Для храбрости, для ловкости, для красоты. Нет. Мне от вредности, от жадности и от обмана. Дети, что у вас тут происходит? Дядя Корней отчитал гусениц за обман. Мы больше не будем. И объяснил ребятам, что для того, чтобы появились сила, мастерство и умения, нужен настойчивый труд, а вовсе не какие-то радужные камни. Однажды на луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Рыцарь победил чудовище и спас красавицу. А народ сложил о его подвигах песни и легенды. Рыцарь. Вот такие рыцари жили в давние времена. А разве сейчас не нужны рыцари? Хм, по-моему, они всегда нужны. Как я хотел бы быть рыцарем и совершать подвиги. Только у меня ни меча, ни щита нет. Это не беда. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Как настоящий! Спасибо, деда! Я рыцарь! Я иду совершать подвиг! Какой бы мне подвиг совершить? О, нет! Мила! Подвиг! Я спасу тебя! Мила, что случилось? Кузя сломал мои куличики! Я защищу тебя! Ведь я настоящий рыцарь! Ты, ты, ты что, Лунтик, против меня есть палкой? Это не палка, а меч. С мечом рыцари совершают подвиги. Какой же это подвиг, когда нападаешь на друга? Ты, Лунтик, убери этот меч. Кузя сейчас всё поправит. Ага. Поиграем во что-нибудь мирное. А как же подвиг? Помогите! О, подвиг! Помогите кто-нибудь! Я! Я спасу тебя! Кто тебя обидел? Где? Там! Там мой веер! Он упал, а я не могу его достать! Крылышки боюсь порвать! Всего лишь веер достать? Какой же это подвиг? Так ты его достанешь? Конечно, достану! Возьми! А, спасибо, Лунтик! И куда подевались все злодеи? А! Может, гусеницы кого-нибудь сейчас обижают? Пупсень, Пупсень! Вы никого не обижаете? Не-а, нам лень. Жаль. А то я хотел вас победить. Я теперь рыцарь. У меня и меч есть. Видите? А? Мы никого не обижаем! Ты что, Лунтик? Это мы раньше хулиганили. Да! Теперь ни-ни! Я рыцарь. Я совершаю подвиги. Ой, цветочек испортил. Осторожно! Принимай груз. Поднимай! Поднимай! Обвал камнепад! Муравейник в опасности! Мы все погибнем! Все погибнут? Нет! Ой! Я задержу камнепад! Беги за помощью! Ага! Обвал камнепад! Ко мне поместите бревна! Скорее! Быстро, быстро! Муравейник в опасности! Туда несите! Крепите бревна! Разбирайте завал! А ты молодец Это настоящий подвиг Подвиг? Конечно, ты один спас муравейник от гибели Значит, я настоящий рыцарь? Самый настоящий О твоём подвиге муравьи сложат песни и легенды Правда? Да Вот так Лунтик заслужил звание рыцаря И понял, что для этого вовсе не обязательно размахивать мечом Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ты что, струсил? А ну давай, катись! Ролики Почему каждый раз, когда мы приходим кататься, на горке всегда столько народу? Ты не ушибся? Уже десятый раз падаю Так может, тебе не стоит сразу с горки кататься? Попробовал бы сперва по ровной дорожке ездить По прямой любой может А я как вупсень хочу научиться Невероятно, что он сделал двойное сальто! Ага, значит, вместо того, чтобы тренироваться, с малышнёй болтаешь Я? Я упал! Что? Опять? И зачем? Я только взялся тебя учить Может, тебе вообще не стоит этим заниматься? Понятное дело, я У меня талант А ты? Шёл бы лучше траву жевал Траву? Нет, нет, я точно смогу! Вот увидишь! Давай ещё раз попробуем, пупсень! Ну, пожалуйста! Ладно, так уж и быть! Пойдём! Пупсень, запомни Когда съезжаешь с горки Ноги надо держать вот так Смотри, показываю в последний раз Ай, ай, ай Ай, ай, ай Всё, с меня хватит Обучение закончилось Я кататься сюда пришёл, а не с тобой нянчиться Пупсень, покажи нам, пожалуйста, двойное сальто Пожалуйста Пупсень, пожалуйста Я хочу ещё раз попробовать Нет уж, дудки, хватит с меня позора Не хочу, чтобы весь лес знал, какой у меня неуклюжий брат Ну и что? Я всё равно за тобой поеду Пупсень, здесь способности нужны Понимаешь? А у тебя их нет И кататься ты никогда не научишься На старт, внимание, марш! А ну давай сюда свои ролики Так-то лучше Мои ролики! Вот твои ролики Оставь себе Они мне больше не нужны Как это? А вдруг ты ещё захочешь покататься? У меня нет таланта Пупсень, конечно, у тебя есть талант Только надо помочь ему раскрыться Пупсень уже пытался Ничего не вышло Мне кажется, Пупсень неправильно пытался Ты можешь сделать вот так? Так, конечно, так любой сможет Покажи Пожалуйста Пупсень, какой ты молодец! А так можешь? Ну вот, а говоришь, нет таланта Ну это же лёгкие задания Теперь потруднее Уп!!! Ну вот, опять упал Ничего страшного Попробуй ещё раз Вот увидишь У тебя обязательно получится Ура! Я не упал! Я съехал! Ага! Это я! Это я! Я здесь! Неужели получилось? Конечно! Пупсень, ты очень талантливый! Пупсень, Пупсень, еще сальто! Пупсень, ты такой талантливый! Пупсень, как ты научился так кататься? Тебе правда нравится? Это Лунтик меня научил! Странно, почему же я не смог тебя научить? Вот так Лунтик с Кузей помогли Пупсень поверить в себя! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Раковина Здравствуй, Лунтик! Здравствуйте, дядя Рак! Давно не виделись! Ой, а что это у вас на раковине? Где? Ого! Я и не видел, что раковина в таком состоянии! Надо это убрать! Ну вот, в моем доме дырка! Какой ужас! Она совсем маленькая! Отойдешь чуть-чуть, и ее уже не видно! Я и не знал, что у меня это такая страшная раковина! Вся поцарапанная и старая! Такое только на свалке и место! А может поискать вам другой дом? Ведь это не обязательно должна быть раковина! А может ты и прав? Давай попробуем! Выбирайте любую вещь, которая вам подойдет! Так... Это не то! Нет, и это не то! Вот! Ну-ка, помогите мне его набросить! Ну как? Никак! Я не могу его даже с места сдвинуть! Тяжелый! Конечно! Он ведь из металла! У меня есть старая деревянная ванна! Она точно будет легче! Действительно легче! Думаю, это то, что надо! И выглядит симпатично! Спасибо! Что случилось? Да вот! Домик не хочет уходить под воду! Я как-то не подумал, что дерево не тонет! И что же делать? Придется искать другой дом! Мы сделали дом достаточно тяжелым, чтобы он ушел под воду! И благодаря колесам его будет нетрудно двигать! Выглядит неплохо! Похоже, это то, что надо! Вперед! Ура! Ай! Ну как? Фух! Он и вправду легко катится! Только мне придется все время выходить, чтобы толкать его! Так не годится! Не найду я себе домик! Ну что вы! Вокруг так много вещей! Наверняка что-нибудь подойдёт! Ты прав! Ещё рано отчаиваться! Это же моя раковина! Что вы делаете? Это же мой домик! Мы-то откуда знаем? Вы раньше не бросали свой дом, где попало? Да! Мы думали, он никому не нужен! Очень даже нужен! Дядя Рок, а как же наши поиски? Вы ведь хотели другой домик? Не надо мне другого! Ой! Лучше моей старой раковины ничего нет! И как я мог её так бросить? Ой, как хорошо! А как же дырка? Пускай будет! Для вентиляции! Вот как вышло, что старая раковина оказалась для рака самой лучшей! А всё потому, что новая не всегда лучше старого! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Расцветка! Это что такое? Простите, тётя пиявка! Я, между прочим, тут загораю! А ты чего пришёл? Дядя Шнюк подарил мне новые краски! И мы с Кузей будем сегодня весь день рисовать! Тоже мне краски! Даже чёрный нет! Я не очень люблю этот цвет! Он мрачный и страшный! Так я, по-твоему, мрачная и страшная! На себя посмотри! У тебя самая нелепая расцветка, какую я только видела! Нелепая? Ты видела ещё кого-нибудь с таким же цветом? Нет! Один ты такой ходишь! Лунтика ещё нет! Фух! Значит, я не опоздал! Он что, проспал, что ли? Ну вот! Теперь у меня такой же цвет, как у травки! Надо кому-нибудь показать! Вон то облако похоже на рыбу! Ага! А вон тот камень на черепаху! Смотри! А вон тот куст похож на Лунтика! Точно! Привет, Лунтик! Привет, ребята! Я как раз искал кого-нибудь! А-а-а! Говоря, Чекус! Он хочет нас съесть! Бежим! Они меня даже не узнали! Похоже, этот цвет не очень мне подходит! Летающие глаза! А-а-а! Пчелёнок, подожди! Ну вот! Пчелёнок тоже меня не узнал! Может, надо покраситься сразу двумя красками? А-а-а! Летающие глаза! Ну что, Кузя, видишь Лунтика? Не-а! Он будто сквозь землю провалился! Может, тебе просто подождать его на берегу, заодно что-нибудь нарисуешь? Точно! Спасибо! До свидания! Теперь я такого же цвета, как бабуля и дедуля! Надеюсь, они сейчас дома! Похоже, Лунтик ничего не рисовал! На что же он всю краску потратил? Вот такие вот глаза! Круглые! И так страшно смотрели! Ребята! А-а-а! Я Лунтика уже полдня ищу! Вы его где-нибудь видели? Нет! Зато пчелёнок видел летающие глаза! Представляешь? Ну и что? А за нами, между прочим, живой куст гнался! А-а-а! Вы что? Все сговорились! Какие глаза! Какой куст! Смотрите! Под Ивой какой-то огонёк горит! Надо скорее его потушить! А то и Ива может загореться! Только бы не порвать! А то дядюшнюк расстроится! Ну вот! Как будто ничего и не было! Вон он! Скорее, Мила! А-а-а! Огонь превратился в Лунтика! Лунтик, это ты? А я тебя везде ищу! Ты зачем себя раскрасил? Ну, пиявка сказала, что у меня нелепая расцветка! Что я один с таким цветом хожу! Вот я и решил его поменять! Сначала был зелёным, потом синим! А теперь... вот! Ой, ну ты даёшь, Лунтик! Так вот, почему я не мог тебя найти! Ты на общем фоне стал незаметным! Теперь ясно, откуда глаза в небе! И живой куст! Лунтик, ничего нелепого в твоей расцветке нет! Она у тебя замечательная! И главное, ни у кого больше такой нет! Да, цвет Лунтика совсем необычный! Но разве это значит, что он плохой? Нет, конечно! Это значит, что он особенный, как и сам Лунтик! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот, что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Привет! В мячик играете? Здорово! Привет, ребята! А мы будем в ракушку играть! Ракушки Ой, эта ракушка мне как раз нужна! Дай-ка её сюда! Нет, мы только начали с ней играть! Ну, найдите себе что-нибудь! Вон, сколько камней вокруг! А мне ракушка нужна! Ничего себе! Забрала нашу ракушку! Да ещё и не сказала зачем! Всю игру испортила! Интересно, что эта тётя пиявка затевает? Кто-то должен это узнать! Давайте я пойду! Какое чудесное утро! Надо бы погулять! Что? Не ломайте мою скамейку! Стойте! Верните мне ракушку! Здравствуйте, тётя Мотя! Тут сейчас тётя пиявка не проплывала? Она только что сломала мою скамейку! Что творится? Забирают ракушки посреди бела дня! Этого нельзя так оставлять! Я пойду к пескарю! Осторожно! Смотри, куда идёшь! Я никуда не шёл! Это вы на меня налетели! Ну, конечно! Лучше бы прощения попросили! Кстати! Можете в качестве извинений одолжить мне свою раковину! Что? Нет уж! Тут вы зашли слишком далеко! Что за бесцеремонность? Ну и ладно! Не нужна мне ваша старая раковина! Сами потом пожалеете! Дядя Рак, а вы тётю пиявку не видели? Ох, лучше бы не видел! Её грубость не имеет границ! У неё своих раковин полно! Так она ещё и мою хотела прибрать! Надо поговорить с пескарём! Зачем же тётя пиявка у всех отбирает раковины? Зачем же тётя пиявка? Штарём пиявка! Штарём пиявка дляivi! Штарём пи Panginole! Штарём пиж Senhor! Что! выставки а я собираюсь устроить выставку ракушек из нашего пруда вот это да как их много и все такие красивые но знаете многие обиделись на вас из-за этих ракушек ну и что когда они увидят выставку то сразу забудут все свои обиды будут восхищаться и хвалить меня здравствуйте уважаемая почему то сегодня на вас все жалуются успокойтесь все это все ради моей выставки ракушек которую я устраиваю специально для вас приходите днем к берегу пруда и восхищайтесь знаете уважаемая выставка это похвально но нельзя так себя вести с окружающими да у меня нет ни малейшего желания идти на вашу выставку у нас тоже пиявка вредная испортила нам всю игру и мою скамейку я тоже не пойду на выставку что? но я же я же пожалуйста простите тетю пиявку она больше так не будет позвольте ей устроить выставку хорошо но в следующий раз будьте пожалуйста вежливее и тогда мы не будем обижаться а с радостью поможем да для хорошего дела ничего не жалко моя раковина тут самая большая выставка получилась очень интересной а пиявка с тех пор стала чуточку вежливее однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем розыгрыш ребята может хватит собирать? сейчас и еще парочку и все лови корзины уже полные не знаю как мы их дотащим ничего донесем как-нибудь эй малышня вам нужны ягоды? нет спасибо тогда мы их забираем стойте это же наши ягоды первое слово дороже второго это розыгрыш мы вас разыграли быстрее вон они лунтик бежим нужно отобрать наши ягоды я не хочу с ними драться ну знаешь лунтик подождите ребята а давайте их тоже разыграем и вернем наши ягоды ну как мы это сделаем? вот именно как а вот послушайте что я придумала вкуснотища да малышню разыграть одно удовольствие а как они удивились какие мы умные а здорово нас в упсенье пупсень выручили они такие глупые и прожорливые хорошо что они съедят всю чернику только бы не лопнули эти не лопнут а нам ее прятать не придется каждый день бабака по пироги печет я больше не могу их есть бабуля уже собралась печь пирог с черникой только нас с ягодами и ждет а мы ей честно скажем что все чернику съели в упсень и пупсень и что пирог отменяется ура они не догадываются что могли бы поесть пирогов если бы не были такими глупыми и не съели все ягоды ты слышал да они нас глупыми назвали да нет же про пирог давай отнесем бабе капе ягоды точно пусть она нам пирог испечет раз так любит готовить во во им пироги надоели а нам нет пошли пупсень они еще увидят кто здесь умный а кто нет мне тяжело тащи я тоже устал а давай съедим немного ягод тогда и нести будет легче если съешь тогда ты точно глупый и прожорливый как они говорили я больше не могу ты что пирога не хочешь хочу тогда тащи смотри уже почти пришли пупсень соберись еще немного и пирог наш а а баба капа мы ягоды принесли вот спасибо какие вы молодцы а где же лунтик и ребята а вот и мы ребята пожалуйста сходите к соседям и пригласите всех вечером на чай с пирогами как это всех это только нам это только мы любим пироги ха ха мы тоже любим пироги но вы же сами говорили что они вам надоели а мы специально так сказали чтобы вы отнесли корзины бабе капе это не честно мы еле дотащили эти ягоды так что пирог этот наш а мы их собрали сперва вы нас разыграли а потом мы вас так что все честно ребята не волнуйтесь пирога хватит на всех главное чтобы розыгрыш был не только веселым но и не обидным однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем раздражение ха о вы чего тут мяч набиваете сейчас я вам покажу как надо раз два три ой раз два три четыре да что ж такое раз два три ну все сейчас точно пять набью раз два три четыре пять ау да что ж такое кто это тут все разбросал и ау ау здравствуйте ребятки куда направляетесь здравствуйте дядя корней здравствуйте мы с кузей идем на площадку будем в мяч играть а я вот решил сегодня землю взрыхлить полдня с аппаратом возился а оказалось одна гаечка потерялась вот наконец то ее нашел мы наверное вам мешаем пошли лунтик если б не корней я бы вам такой класс показал не мог собирать свой аппарат в другом месте что ты в общем все время злишься посмотри на дядю корнея у него вон аппарат сломался и то ничего такой же спокойный как всегда никогда не видел чтобы дядя корней злился махал руками или кричал на кого нибудь он наверное вообще злиться не умеет подумаешь спорим я быстро выведу его из себя мне и пары секунд хватит я не хочу в это играть я тоже стой пупсень нам в другую сторону а м м м м м м м м м Похоже камнями его не проймешь Может тогда больше не будем? Ладно, попробуем другое Субтитры сделал DimaTorzok Эй, дядя Корней, вы как там? Я-то в порядке А вот аппарат, жалко Наверное, совсем сломался А вы полдня его собирали, и все зря И землю вы сегодня уже не сможете взрыхлять Ужасно, да? Вам разве не хочется позлиться, выпустить пар? А чего злиться-то? Неприятные вещи часто происходят И никуда от них не деться Зачем же я буду тратить время на раздражение? Я лучше вместо этого сам буду землю рыхлить Вы что, не можете хотя бы чуть-чуть позлиться, покричать? Мы полдня на это потратили Да! И камни подкладывали, и травой забивали, и гайки откручивали, и все зря! Ха-ха-ха-ха-ха! Так это все из-за вас? Вы хотели меня разозлить! Ха-ха-ха! Почему вы смеетесь? Вы разве не злитесь на нас? А вам нравится раздражать других? Неужели вам доставляет удовольствие, когда вы злитесь, или кто-то злится на вас? Ну, вот видите Лучше заняться чем-нибудь действительно интересным Вупсень, Вупсень, а где вы были? А! Дядю Корнея пытались вывести из себя Ничего не получилось! Полдня потратили впустую Тогда почему вы такие спокойные? Не злитесь, не кричите, не машете руками А! Зачем мы будем тратить время на раздражение? Лучше займемся чем-нибудь действительно интересным Да! Лучше потренируемся мячи набивать И правда, играть намного интереснее, чем злиться и тратить силы на раздражение Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Радиопередача Лунтик, привет! Пойдем в бадминтон играть! Привет, Кузя! Смотри, какую книгу мне дал Корней Корнеевич Занимательная техника Видишь, это радио Ого! Представляешь? Мы с тобой можем рассказывать что-нибудь интересное А все в лесу будут слушать Это называется радиопередача Ничего себе! Слышал? Какая-то радиопередача! Что? А ты знаешь, как делается это радио? Я думаю, можно смастерить его с помощью наших колокольчиков Здорово ты придумал! А давай по радио расскажем про наши приключения! Точно! И назовем передачу Приключения друзей! Мы... Мы тоже хотим участвовать в радиопередаче Мы будем петь! А разве по радио можно петь? Хм, конечно можно! Мы не такие глупые, чтоб с малышней играть Траву мы лучше будем есть, с бабочками сать Нет! По радио нельзя так петь! Лучше вы что-нибудь расскажите, или... Ну уж нет, мы петь хотим! Пойдем, Пупсень, они ничего не понимают Я не хочу уходить! Я хочу петь! Пойдем, пусть они делают радио А мы потом все равно устроим песенную радиопередачу Ой, а что вы делаете? Мы готовим радиопередачу Как здорово! Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем про... Про... Про воздушный шар Мы вам расскажем про воздушный шар Мне такие глупые, чтоб с малышней играть Траву мы лучше будем есть, с бабочками сать А-а-а-а-а-а! А вот другая история Однажды мы с Лунтиком Лунтик, Кузя, в вашем радио что-то сломалось По нему выступают гусеницы Как это у них получается? Хм, у меня есть план Идемте, по дороге расскажу Мне такие глупые, чтоб с малышней играть Ах, смотрите, что это? Где, где? Мы ничего не видим Что ты увидела, мило? Вон там, над травой Я ничего не вижу Здравствуйте, сейчас вы услышите радиопередачу «Приключения друзей» Как-то раз я, Кузей Пчелёнок решили достать с неба звёздочку Стой, лучше остановись Чтобы подарить её в шапиклоне Догоним и заберём его Мы поднялись в небо на воздушном шаре Мы поднимались всё выше и выше Мы тебя всё равно поймаем Мне такие глупые, чтоб с малышней играть Ой, ай, ой, ой, ой Мы прилетели с почерпо Траву мы лучше будем есть, чтоб бабочками сдать, играть Ой, ай, ой, ой Что здесь происходит? Мы хотели устроить радиопередачу, а они? Мы тоже хотим выступать в передаче А они говорят, что по радио пить нельзя Конечно нельзя Подождите По радио можно и рассказывать истории И читать стихи И петь Я же говорил! Но сначала нужно всё хорошенько отрепетировать Ведь это большая ответственность Выступать перед столькими слушателями Хотите, я вам помогу? Конечно, хотим! Да, хотим! Да, хотим! Дядя Шнюк помог ребятам подготовить радиопередачу В которой Лунтик с Кузей рассказывали занимательные истории А гусеницы пели в музыкальных паузах Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня впервые вы услышите занимательные истории и весёлые песни Мы хорошо себя ведём И дружно песенку поём И даже травку не жуём Ведь песенку поём вдвоём Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Реклама Кузя, пойдём пить чай Лунтик, а помнишь, как мы рисовали эти рисунки? Конечно, помню Гусеницы тогда ещё все краской перепачкались Вот смешно-то было! Привет! Чем занимаетесь? Мы рассматриваем наши старые рисунки Кстати, где-то у нас есть рисунки-капочки Она ведь раньше много рисовала Деда, а давай их найдём? Так интересно на них посмотреть Вот, кажется, они в этой коробке были Как красиво! Да, Капочка очень красиво умеет рисовать Просто сейчас ей не хватает на это времени О, смотрите Вот этот пейзаж она нарисовала, когда мы только познакомились А это, наша с Капочкой, любимое место для отдыха Мы туда раньше часто ходили Интересно, а у других дома есть старые картинки? Конечно, и не только картинки Аппликации, поделки Да мало ли ещё что Кузя, а давай обойдём всех Соберём старые работы и устроим выставку Точно! И всех пригласим! Затея, конечно, хорошая Где-то у меня были кораблики Которые я когда-то мастерил Но сейчас я делаю ремонт Так что вряд ли удастся их найти Кто бы там ни был, заходите попозже Я пишу поэму Совсем ничего не собрали Да, одних нет дома Другие слишком заняты Лунтик, я понял Нам нужно сделать для нашей выставки рекламу Рекламу? Рекламу? Напишем объявление и повсюду их разбросаем Ой, ой, ой Ой, ой Ой, ой Ой, ой Не то, не то Опять не то Где же мой листик? Что тут происходит? Что это за мусор? Это не мусор, а реклама Нет, это самый настоящий мусор Все вокруг в ваших бумажках Я только что стены покрасил А ваша бумага к ним прилипла Вот-вот И я не могу свою поэму из-за вашего мусора найти А я из-за вас всю пыльцу растерял Немедленно спускайтесь Простите нас, пожалуйста Мы просто хотели сделать рекламу Реклама рекламой А мусорить все-таки нехорошо Поэтому, пожалуйста, быстро уберите все за собой Ой, детишки, детишки Что они хоть рекламировали? Кажется, выставку Выставку Как интересно А тем, кто примет участие Обещают угощение Угощение! Жаль, что выставка не состоялась Да Кажется, реклама не сработала Вот, наконец-то отыскал свои кораблики Прошу принять на выставку Здорово, малышня! Вот наша аппликация А где угощение? Вот мои рисунки Я давно мечтал их всем показать Но случая не представлялось Все-таки хорошо, что мы сделали рекламу Конечно! Без нее наша выставка точно бы не состоялась Вот так Лунтик и Кузя Устроили для всех интересную выставку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова